Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Деев Роман Вадимович, заведующий кафедрой патологической анатомии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, член Совета директоров и директор по науке Публичного акционерного общества «Институт стволовых клеток человека». Окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге по специальности «Врач. Лечебное дело» в 2002 году. Кандидат медицинских наук. Роман Деев автор и соавтор более 470 печатных работ по вопросам патологической анатомии, нормальной и патологической гистологии, генной терапии, клеточных технологий, экспериментальной и клинической хирургии, трансплантологии, сосудистой хирургии, травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии. Кроме того, он сооснователь и главный редактор научно-практического журнала «Генные клетки», член редколлегии нескольких журналов списка ВАК. Роман Деев в студии медицины «В контексте». Здравствуйте, Роман Вадимович. Добрый день. В контексте у нас сегодня генная терапия. Это подход, как и другие подходы, дерзкие. Он испытал взлеты и падения, вы об этом знаете хорошо. Но развивался, пока он испытывал эти взлеты и падения, он все-таки выходил на такой курс стабильного развития. И сейчас можно осторожно сказать, что генная терапия входит в клиническую практику. Я не хотела отнимать ваше время, но вот есть история с генной терапией. Вот у меня ассоциируется. Я очень коротко ее расскажу, не могу просто, всегда вспоминаю. 1985 год, конференция молодых ученых. Председатель на этой конференции был такой выдающийся человек Каха Бендукидзе. Прежде чем стать талантливым бизнесменом, он был талантливым молодым ученым-генетиком. Он председательствует на этой конференции. И в какой-то свободной дискуссии, там в основном генетики были молодые, совсем молодые. Он в какой-то момент говорит, что через сколько-то лет будет такая вещь, как генная терапия. Об этом никто никогда не слышал. Я даже не уверена, что он именно так это обозначил. Можно будет лечить генетические заболевания, внося поломанный ген человеку и восстанавливая вот эту поломку. Все так затихли. То есть спорить-то с ним, конечно, никто его не рискнул. Ну, не спорили, но это воспринималось как чистая фантастика. Его кто-то осторожно спросил, ну, хорошо, а как это физически будет проистекать практически. Ну, он даже показал на себе, ну, вот укол там в предпрече, вводят ген, и дальше все восстанавливается. Ну, как-то так похихикали и забыли. Это была чистая фантастика. Проходит, ну, сколько там, до 98-го года? 13 лет, и первый случай, вы знаете, хорошо, Пенсильванский университет, вот Джесси Гельсингер. Он был, правда, неудачный, это было даже не столько связано с генной терапией, неудачная была эта попытка, пациент скончался. Просто это был не тот пациент, с которым можно было так экспериментировать. И, как мне кажется, это немножечко затормозило. Не то чтобы развитие, но, по крайней мере, знание широкой публики о том, что происходит в этой области, это немножечко так попридержало, но потом все вышло все-таки, значит, на такую уже прогрессивную дорогу. И одно из последних достижений, недавних, пока это, правда, первая стадия испытаний, еще не клиники, это созданный учеными Стэнфордского университета гель, генотерапевтический гель для лечения пациентов с булезным эпидермолизом, вот детей бабочек, там, ДНК на вирусном носителе в составе этого геля наносится, а ДНК кодирует белок, один из важных белков для образования соединительной ткани. Это вот из последнего, и такие новости, они очень часто появляются. Ну, вы это все знаете лучше меня, генотерапия, границы и горизонты, пожалуйста, извините за долгое вступление, но очень уж меня интересует эта тема. Спасибо за такую предоставленную возможность поделиться собственным, может быть, взглядом, взглядом, который у нашей научной команды формировался на протяжении не меньше десяти лет, потому что все-таки нашему коллективу посчастливилось поучаствовать не просто в теоретических диспутах на эту тему, не только в фундаментальных исследованиях, но и, собственно, в том, что сейчас принято называть трансляцией. Перевода из лаборатории, созданных технологий непосредственно. Больничные койки это называется. Да, да. И, в общем-то, первому зарегистрированному и пока единственному генотерапевтическому препарату в России уже 11 лет. 11 лет, как он используется в клинической практике. Но об этом чуть-чуть позже. Собственно, тот план, по которому хотелось бы побеседовать, это сначала, наверное, для нашей уважаемой аудитории нужно сориентироваться в терминах, в механизмах принципиально, о чем идет речь, когда мы говорим про разные поколения генной терапии. Потому что то, что показывал Каха Бендукидзе, наверное, это такие представления о первых... Да, это вообще такого и не было еще в природе. Да, премьерных. Он придумал. Это он придумал, да. В премьерных таких попытках, да. Сейчас действительно и гелевые носители, и мы сейчас в своей практике используем минеральные носители для генотерапевтических конструкций. Поговорим, что действительно на сегодняшний день в клинике, потому что на сегодняшний день не менее двух десятков генотерапевтических препаратов и продуктов зарегистрировано FDA или Европейским агентством. Таким образом, в общем-то, эта группа лекарственных препаратов, уже можно так говорить, она достаточно велика. А протоколов, которые отрабатываются и с которыми любой может познакомиться на clinical trial, более трех тысяч. То есть это передовое направление, безусловно. Ну и если у нас останется время, немножко пофантазируем, какие бы горизонты мы хотели достичь. Но в качестве эпиграфа не могу не показать портрет великого русского гистолога Александра Александровича Максимова, гистолога и патолога-анатома, который в одной из частей своего учебника, первого настоящего полностью русского учебника по гистологии, написал следующую фразу. За какой бы биологический вопрос ни взялся исследователь, всюду, в конце концов, ему придется считаться с клетками, составляющими организм. Почему я считаю, что это очень точный эпиграф к сегодняшнему разговору? Потому что генная терапия – это то методическое направление, где очень часто в качестве носителя лекарственной генетической информации используются вирусы либо плазмиды. То есть это те агенты, которые реализуют свою активность облигатно внутриклеточно. Поэтому тот постулат о том, что клетка остается элементарной единицей живого и носителем жизни, никуда не делся, ни за 100 лет, ни за 200, безусловно. И здесь смысл генетерапевтических методик направлен на то, что клетка, чаще всего это, конечно, миллионы клеток, которые должны быть подвергнуты генетическому воздействию, выступают в качестве, если угодно, биореактора, который продуцирует лекарственное средство, являющееся эндогенным либо фактором роста, либо рецептором, либо какой-то другой биологически активной молекулой. Это вот такая некая общая концепция, в основе которой, конечно же, лежит центральная догма молекулярной биологии. И никуда не деться от нее, несмотря на все завоевания молекулярной биологии последних десятилетий. Дело в том, что эта биосинтетическая машина все равно в клетке работает. И, в общем-то, я думаю, что каждый, кто нас сейчас смотрит, он помнит даже из школьного курса основные этапы, которые реализуют биосинтез. Начиная от ДНК, через РНК, и уже синтез готового белка, осуществляющего функцию. Вот аналогия у вас с работой компьютера. Это современному молодому поколению, может быть, ближе. Это проще всего, да. Но здесь все-таки у нас еще взгляд врача в определенном смысле, поскольку под функцией конкретного белка очень часто врач практически понимает не просто функцию белка, он понимает заболевания, группу симптомов. И здесь, конечно, классическая иллюстрация – это моногенные заболевания, которые иллюстрируют эту догму. Я вот хочу показать один из примеров, с которым мы сталкиваемся в своей деятельности. Мы продолжаем заниматься поясноконечностными мышечными дистрофиями. Это достаточно солидная группа болезней, включающих в себя десятки нозологий. И вот одна из нозологий – дисферлинопатия. Маленький белок, ген белка нарушен, а результатом является постепенное непрерывно-проградиентное разрушение скелетной мускулатуры. Такие пациенты садятся в кресло, начинается это заболевание с нижних конечностей, постепенно-постепенно поднимается. Наверняка все слышали про миодистрофию Дюшена, но это заболевание с самым драматичным, конечно же, патогенезом, с одной стороны. С другой стороны, вот это заболевание длится 30-40 лет. То есть это медленная, наступающая такая вот беспомощность, можно так сказать. Человек постепенно теряет возможность к самообслуживанию, к работе. И возникает вопрос, что делать? Вот возникает вопрос, что делать? И, конечно, вот эта концепция, идея генной терапии, она впервые, в общем-то, возникла в связи с тем, что человечество научилось создавать рекомбинантные белки. Но, как известно, эта технология, она предполагает такую генерацию, запуск этой машины в первых итерациях в прокариотических клетках. На сегодняшний день, в общем-то, и окариотические клетки научились таким образом эксплуатировать, скажем так. Но дело в том, что получаемый белковый продукт, казалось бы, он может решить все проблемы, вот, допустим, такой семьи. Ну, добавьте сюда этот белок и все. Но выясняется, что не всегда это возможно. С сигнальными белками, с белками, которые выполняют функцию гормонов, это в основном работает. А как быть со структурными белками? А вот, допустим, этот конкретный белок, дисферлин, он выполняет очень хитрую функцию. Он вставляет заплатку в мембрану мышечного волокна. Мы ведь не думаем, что мы бегаем, прыгаем, плаваем, играем в теннис. Вообще-то, мембрана рвется. Но это микроразрывы. Это микроразрывы и есть система репарации. Вот нет этого белка и постепенно, год от года... От любого движения? Конечно. Это накапливается. Поэтому здесь, к сожалению, такого рода способы лечить протеином рекомбинатным не получается, не работает. Ну и кроме всего прочего, мы не задумываемся, но у нас с вами там плюс-минус 40 килограмм мышечной ткани. А как доставить в каждое волокно? Да, это проблема. Поэтому возникла мысль, не обязательно в привязке к этому заболеванию. На самом деле, локомотивом-то генной терапии стала гематология, на самом деле. Наследственные синдромы, связанные с иммунодефицитом. Там, где методы другие, к сожалению, не работают. И такие дети с такими иммуногенными заболеваниями, вследствие тотального иммунодефицита, они долго не живут, к сожалению. Поэтому стало ясно, что предуцентом должна быть не клетка экс-вива, а своя собственная клетка пациента. Но тогда это перед нами ставит следующую проблему. Вот это такая незатейливая схема, которую предлагает наши коллеги Джейн Фондейшн для лечения одного заболевания. Это потенциально возможные молекулярные мишени для того, чтобы эту машину биосинтеза исправить. В том случае, если конкретный белок дисферлин у пациентов, входящих в эту когорту, нарушен. И мы видим, что то, о чем мы сегодня говорим, генная терапия, это ведь всего лишь один из локусов технологических, на которые мы можем воздействовать. Потому что таких, скажем, чекпоинтов на пути биосинтеза, их достаточно много, в которые можно вмешаться. Но медицина, она ведь требует реализма. Если подход нетехнологичный, если он сопряжен с невозможностью доставки в нужной дозе, в нужном количестве, произвести с экономической целесообразностью какое-то конкретное вещество, то это все не работает. И вот постепенно отсекая те, так скажем, чекпоинты этого метаболического пути, на которые мы эффективно подействовать не можем, все равно человечество фокусируется на генной терапии. Собственно, что здесь происходит? Как вы сказали в предисловии, да, мы вносим в качестве лекарственного средства какой-то носитель, чаще всего это вирусный носитель, но далеко не всегда, но часто, и боеголовку, если можно так сказать, терапевтический ген какого-то недостающего, сломанного гена своего эндогенного, либо это кодировка малой интерферирующей РНК, вот, так сказать, последние такие веяния. То есть это не обязательно какие-то гигантские гены. Мы знаем о том, почему это не очень хорошо работает при миодистрофии Дюшена, потому что это самый большой ген, его невозможно никуда упаковать и эффективно доставить в клетку, поэтому предпринимаются разные модификации, чтобы это сделать. Но дальше-то запускается достаточно сложный процесс, который мы, как врачи, должны продумывать, на самом-то деле, на этапе разработки. Сделать можно конструкцию, дальше надо эффективно доставить. Как доставить? Это зависит от нозологии, которую мы предполагаем лечить. Допустим, мы в своей практике, когда разрабатывали и внедряли гентерапевтический препарат для лечения приобретенного заболевания, такое тоже возможно, мы думали о том, что доставка должна быть местная. Нам не нужно сообщать всем клеткам организма, значит, наше лекарственное средство, это означает, что все формы системной доставки, они уже не годятся, значит, это нужна местная доставка. Глазные заболевания, по-моему. Глазные заболевания в этом смысле очень удобная концепция. Вот я говорю, они же. Он же выпученный. Во-первых, он выпученный, а во-вторых, есть такое понятие, он забарьерный. То есть существует барьер, который формируют наши собственные клетки, там находятся такие иммунопривилегированные органы. Например, наш головной мозг, он же ведь забарьерный. Как только туда начинают проникать клетки иммунной системы, начинаются всякие неприятности с нашим головным мозгом. К таким же органам относится глаз, безусловно. Ну, кстати, мужские половые железы тоже относятся к забарьерным органам. В этом смысле, да, глаз – это удобно. А 40 килограмм мускулатуры – это уже становится технологической проблемой. Дальше, внутри клетки, если эта проблема решается, происходит работа той самой молекулярной машины по биосинтезу, но выработанный белок, у нас белки, ведь они же функционируют в третичной, четвертичной структуре. Он должен выстроиться под воздействием шаперонов, под воздействием сил электрических. Он должен связаться в ряде случаев со своими легандами. То есть эффективная трансфекция – это еще не залог успеха. То есть последовательность аминокислоты – это еще не… Это полдела, а может быть и меньше. Причем все то, что очень хорошо, интересно и детектабельно работает в чашке Петре, в эксперименте фундаментальном, при переносе на экспериментальное животное, а уж тем более в клинику может выясниться, что это все работает не так, не по тем законам, не в тех дозах и так далее. То есть это большая фармакологическая история. Но вот в теории такая вот, значит, генной терапии – это то, о чем мы сказали. Мы доставляем генную конструкцию, она внутри клетки высвобождается, в некоторых случаях встраивается в геном, в случае приобретенных заболеваний не нужно нам никакого встраивания, она не встраивается в геном. Синтез и уже оказывание какого-то эффекта. Собственно, тот случай, связанный с развитием анофилактоидной реакции у одного из первых испытуемых, так скажем, он был связан с тем, что это была генная терапия так называемого первого поколения. Ну, так сказать, благородный поздний. Там аденовирус. Да, там был штамм аденовируса, который вызвал, в общем, такую реакцию иммунной системы, с которой не удалось справиться. И, надо сказать, почти на 10 лет это остановило исследование. Причем, это же был не единственный случай. Про этот случай широко описано. А была еще в Чикаго, насколько я помню, группа Джеффри Иснера. Это сосудистая хирургия. Это разработка как раз генетической терапии для пациентов с атеросклерозом коронарных сосудов и сосудов нижних конечностей. И первые конструкции, которые они использовали, это тоже был аденовирус. И там тоже у пациента была вызвана, индуцирована такая анафилактоидная реакция. Там тоже был потерян пациент. Поэтому, в общем, это заставило разработчиков задуматься, как необходимо подойти к конструированию генетических конструкций, чтобы минимизировать риски как для пациента, так на самом деле и для врача. Ну да, это нехитрый. Поэтому все-таки профессиональная ответственность. Значит, что было и что есть в арсенале. Мы договорились, что мы разделим все векторы на целый ряд таких подгрупп, что ли. Есть вирусные и невирусные. Самая простая. Сейчас не будем касаться синтетических, масса физических способов улучшить проникновение и так далее. Почему вирусы? Потому что вирус умеет проникать в клетку. Вот в чем фокус. У вируса чаще всего на внешней его оболочке, на капсиде, есть молекулы, являющиеся легандом к тем или иным молекулам на мембране наших клеток. Я думаю, сейчас все себе после коронавируса очень хорошо этот механизм понимают. Если раньше это была теория, то сейчас этот ангиотензинопревращающий в фермент-2 и трансмембранный... И локт. Да, вот это тот же самый механизм. Мы не научимся лучше доставлять внутриклеточно какую-то генетическую информацию, чем это научилась делать эволюция за миллионы лет, которая, так сказать, сформировала такую систему, что мы для вирусов это некая такая чашка Петрив, в которой они размножаются, эволюционируют и так далее. Но вирусы разные. С одной стороны, они обладают высокой тропностью к клеточной мембране и могут проникать внутрь клетки, а с другой стороны, у них разная емкость. И вот, допустим, аденовирус, у них, в общем-то, неплохая, так скажем, емкость, но в то же самое время они иммуногенные. И та генная терапия, которая предполагает... Давайте поясним емкость в том смысле, что они могут вместить большой ген. Да. Они могут вместить большой ген, но они могут индуцировать иммунную реакцию. Поэтому повторное применение препарата из одного и того же штамма вируса уже либо нежелательно, либо невозможно. Либо бессмысленно. А идеология разработки и внедрения лекарственного препарата это очень серьезная, долгая история, финансово затратная. Если мы будем делать линейку из нескольких штаммов, это существенно утяжелит процесс и вряд ли вообще он станет возможным. Поэтому искались другие вирусы, и на сегодняшний день на самом деле подход дифференцированный. Все ведь зависит от тех показаний и от того заболевания, которое призвано лечить разрабатываемая генная терапия. Если это заболевание наследственное, приобретенное, то, наверное, нужно использовать те вирусы, которые гарантированно обеспечат длительную работу внутри клетки внесенного генетического материала. Если это заболевание приобретенное, то, возможно, от этого эффекта нужно отказываться и нужно использовать те вирусы, которые не интегрируются в геном. Скажем так, аденоассоциированные вирусы, они занимают такое некое промежуточное положение. То есть, с одной стороны, они не должны интегрироваться в геном в отсутствии аденовируса, с другой стороны, они позволяют, как пишут исследователи, обеспечить стойкую экспрессию трансгена, то есть того генетического материала, который мы вносим, около 10 лет. Это достаточно приличный срок, конечно. Но с ними проблемы, они маленькие. В них невозможно упаковать очень большое количество генов терапевтических, даже если делается кадонная оптимизация, отрезается все лишнее. Самое значимое – это осколбление. Да, но, к сожалению, даже этого очень часто не хватает. Поэтому здесь технология усложняется тем, что используют двухкомпонентные системы, когда в одном вирусе половинка гена, а в другом вирусе вторая половинка гена. И вероятность успеха, она снижается на порядке, потому что в одной клетке должно встретиться равное количество вирусных частиц с началом гена и с хвостом гена. Дальше они должны соединиться. Но, тем не менее, например, для дисферлинопатия, о которой мы с вами говорили, именно такие системы сейчас в клинической уже практике отрабатываются на уровне второй фазы клинических исследований. То есть звучит немножечко, так сказать, космическим образом, но это используется и это работает. В связи с тем, что они практически не иммуногенные, тут эскалация дозы оказывается, по сравнению с аденовирусом, гораздо более безопасной. Что касается вирусов, обеспечивающих врезку в геном сердца, то это, конечно, ретровирусы. И, собственно, те самые первые протоколы клинических исследований по лечению комбинированного наследственного иммунодефицита, связанного с мутацией в гении аденозин-дозаминаза, это как раз были ретровирусы. Это было в США, а в Европе приблизительно с разницей в три года началось исследование с X-сцепленным иммунодефицитом и побочный эффект. Из 20 пациентов европейских у пяти развилось онкологическое заболевание. Трансфицируются лимфоциты, они становятся мутированными таким образом, и у пяти человек развились гемобластозы, злокачественные опухоли гемопоэтических клеток. Но, и тоже исследования были приостановлены, но логика какая была, когда эти исследования возобновили? Логика следующая, что гемобластозы, в общем-то, лечатся. Разные, с разной степенью эффективности, но химиотерапия, трансплантация костного мозга позволяет скоррегировать это состояние. А вот X-сцепленный иммунодефицит не лечится. Поэтому, взвешивая на весах риск одного и второго, все-таки генетерапия не была закрыта навсегда. Но вирусы модифицировали, чтобы они встраивались в конкретные безопасные сайты нашего генома, а не в те сайты, которые будут с высокой долей вероятности индуцировать онкогенез. Из тех пяти пациентов, кстати, четверых вылечили, один только погиб, к сожалению. Но это тоже было время, которое пришлось, так сказать, отпустить на фундаментальную доработку генетических конструкций, для того, чтобы вот с этого первого поколения перейти на второе поколение. Что касается плазмиды, ну вот нитка ДНК. Нитка ДНК, и на эту нитку, как бусы, можно нанизать самые разнообразные последовательности, обеспечивающие синтез, обеспечивающие эффективную работу. Но есть проблема. Такая релаксированная нитка практически не проникает в клетки. Она сама-то и болтается? Она болтается, но она не токсична. Поэтому, эскалируя дозу и закручивая эту нитку в сверхскрученное, так называемое, состояние, то есть как будто бы делая из нее глобулу такую, все-таки можно добиться проникновения внутриклеточного. Ну, конечно, там 99, наверное, 97% таких плазмидов введенных, они разрушаются. Они не доходят до стадии реализации собственного, так сказать, эффекта. Но что важно, что каждый раз мы, когда разрабатываем, должны взвесить. Вот не то, что 7. 70 раз отмерить, прежде чем понять, какой носитель, какая конструкция, какое введение. А потом ведь надо помнить, что существует два принципиальных блока генной терапии, то, что называются инвиво и эксвиво. Значит, что это такое, поясним для наших зрителей. Инвиво – это значит, пациент непосредственно получает гентерапевтический агент, лекарственное средство, а эксвиво мы с его или донорскими клетками манипулируем в лабораторных условиях, а дальше мы вносим уже исправленные клетки, которые реализуют свое действие. Это чаще всего гематологические, он как гематология. Сейчас как раз порядка 900 клинических исследований связано с технологией КАРТИ, химерных рецепторов, которые именно по такому принципу реализуют свое действие. Но чуть позже, может быть, поподробнее на этом остановимся. Третье поколение. Третье поколение гентерапевтических средств. Второе поколение – это оптимизированные вирусы. Это, конечно, методы редактирования генома. Принципиально существует три группы. Я думаю, что все знают Криспер. Ну да, нашумевшие. Да, нашумевшие. Но они не первые, которые были транслированы в клинические исследования. Пока зарегистрированных нет. Сразу скажем, для редактирования генома пока еще нет. Но цинкфингерные эндонуклеазы и таллины. Надо сказать, что если мы посмотрим, опять же, на clinical trial, то самое большое количество протоколов на сегодняшний день, которые отрабатываются, это Крисперы. Это, если мне не изменяет память, порядка 41 протокола клинических исследований на сегодняшний день. Все остальные выступают в два раза. Но что выйдет в клиническую практику? Вопрос открытый. Какие здесь нозологии рассматриваются как наиболее интересные? Это как раз в рамках создания CAR-T. Оказалось, что Криспер достаточно удобный инструмент для этого. И лечение ВИЧ-инфекции, нокаут того самого CCR-5 для того, чтобы лишить CD4-клетки рецептора для проникновения вируса. Ну, портрет Федора Урнова, потому что, конечно, мы гордимся. Вот ты какой Федор Урнов, я хотел бы сказать. Да, нашим соотечественникам. Компания Сангама, которая, собственно, одна из пионерских разрабатывающих эти методы. Но это цинковые пальцы. Да, да, да. Значит, очень часто забывают еще одну технологию. Она на сегодняшний день не нашла ни широкого экспериментального реализации, ни практической. Это искусственный хромосом. Ну, под хромосомами в данном случае не нужно понимать прям такие полноценные большие хромосомы. Это конструкции, которые состоят из терапевтического гена, теломер в ряде случаев, кинетохора, которые, в общем-то, имитируют структуру хромосом. Значит, существуют разные подходы, как их сделать, но в целом их создают. Возникает большая проблема. Как такую большую конструкцию поместить внутрь клетки ин-ви-хо. Поэтому, в общем, пока, вот это пока такая теоретическая, скорее, разработка. Хотя для некоторых заболеваний они, безусловно, подготовлены. Что пришло в рамки клинических исследований. Существуют международные реестры, которые, в общем-то, каждый год обновляются. Они позволяют нам сориентироваться, чтобы понять, насколько это, так скажем, маргинальная область биофармацевтических разработок. Или она, в общем-то, скорее жива. Ну, получается, что скорее жива. Сейчас несколько диаграмм посмотрим. Значит, что человечество планирует лечить при помощи генной терапии. То, что не лечится другими способами. То есть, ну, совершенно очевидно, что все то, что мы можем вылечить существующими фармакологическими средствами, это, в общем, будем так говорить, или решенные, или приблизительно решенные проблемы. Значит, мы смотрим на нерешенные. Онкология на сегодняшний день. То есть, генная терапия задумывалась, конечно же, как лечение генетических заболеваний, что логично. Но чаще всего генетические заболевания, это все-таки заболевания, относящиеся к категории орфанных. Это редкие заболевания. Поэтому, если этот инструмент нам позволяет эффективно бороться с опухолями, ну, конечно, человечество смотрит в сторону. Онкология – это глобальная проблема. Второе, третье места в современной структуре делят между собой заболевания генетические и заболевания сердечно-сосудистые. Потом следуют инфекционные. В общем-то, это четыре такие группы болезней, где эти технологии нужны. Ну, и если мы посмотрим на годовое распределение клинических протоколов, начиная с самых первых, с 1989 года, то это сотни. Это сотни, и, как мы сказали в начале, на сегодняшний день это больше трех тысяч. Три тысячи, сто. Это только в работе. Это то, что зарегистрировано. Зарегистрировано. Но мы ведь с вами понимаем, что помимо зарегистрированных, ну, потому что кроме тех стран, которые придерживаются принципов GCP, есть ряд стран, которые, у которых свое GCP. Своё, да. Для внутреннего пользования. Ну, понятно, да, кто вкладывает деньги, ресурсы, инвестиции, частные, государственные, какие угодно. Традиционно это не новость, что это прежде всего Северная Америка. Большая доля, конечно же, на сегодняшний день это Китай. Дальше страны Европы. Ну, нельзя сказать, чтобы в нашей стране эти исследования прям были очень активны. Но вместе с тем, в последний год есть специальные гранты, финансирующие разработку и внедрение. И мы совместно с Белгородским, кстати, университетом участвуем в таком гранте, в соответствии с которым, так скажем, мы взяли на себя обязательство разработать до стадии досье, подаваемого в Минздрав, два гентерапевтических препарата новых. Но пока они на стадии разработки, наверное, пока говорить об этом преждевременно. С точки зрения носителей, те, о которых мы сказали, те и являются наиболее используемыми. Аденовирусы, аденоассоциированные вирусы, плазмиды, в меньшей степени, это те вирусы, которые врезаются в геном. Остальные, в общем-то, минимально. Распределение по фазам клинических исследований, оно традиционно. На первой фазе больше всего, порядка 60%. Потом выясняется, что это не работает. Потом выясняется, что это небезопасно. И я бы обратил внимание на четвертую фазу, потому что четвертая фаза, это фаза пострегистрационная. Ну или, как принято говорить, постмаркетинговая. Это значит, что препарат уже находится в клинике и за ним наблюдают. Ну вот четвертая фаза юридически оформлена для пяти препаратов. А мы с вами знаем, что зарегистрировано не менее 20 по всему миру. То есть не все находятся на четвертой фазе. И кто-то, между прочим, некоторые сняты из зарегистрированных с производства. И если посмотреть на пионеров, здесь список обрывается с 15-м годом, потому что потом волна пошла вверх. Первыми были препараты на базе онколитических вирусов, направленных на борьбу с теми опухолями, которыми не удается бороться хирургически, химиотерапевтически, комбинированно, анкорингендицин. Был еще такой препарат Рексин-Джи, зарегистрированный на Филиппинах, который предполагался для борьбы с метастатической формой рака поджелудочной железы. Это как раз генная терапия, все-таки, скорее, технологически первой волны. Поэтому на сегодняшний день нельзя сказать, что они в мейнстриме. Четвертым препаратом в мире был наш неоваскулген, он был первым в России, четвертым в мире, и он используется. А дальше, буквально с разницей в год, в Европе первый препарат для Европы – это Глибера. На базе аденоассоциированных вирусов препарат, направленный на борьбу с отсутствием фермента липопротеин липаза. Есть группа европейской популяции, у которых дефект этого фермента приводит к раннему преждевременному атеросклерозу, а значит, к развитию кардиальных осложнений и рака поджелудочной железы. Однако, как ни странно, после одного, по-моему, случая клинического применения, он стоил больше миллиона евро, и страховые компании, а уж тем более частные пациенты не могли его себе позволить, и на сегодняшний день его производство, к сожалению, свернуто. Имлиджик на базе герпес-вируса для лечения неоперабельной меланомы, чрезвычайно злокачественная, быстро диссеминирующаяся опухоль. А вот дальше начался, так сказать, такой регистрационный расцвет, что ли. Потому что были зарегистрированы препараты для лечения амавроза либера, лекстурно, это как раз пример, который мы обсуждали в термологии. Дальше был препарат для лечения спинальной мышечной атрофии. Вот Кемрая еще, я помню, в 2017-м, как много о ней говорили. На сегодняшний день вот 20 препаратов. Из них... Это лимфобластный лейк? Да, из них 5. Это как раз технология КАРТИ. А, вон Кемрая. Да, да. Это как раз технология КАРТИ, что она из себя представляет. Дело в том, что злокачественные опухоли, когда растут в нашем организме, они ведь эволюционируют. Там появляются разные клоны злокачественных клеток, и в конечном итоге появляются те, которые умеют маскироваться от иммунной системы, заслепляя ее разными способами. Значит, и опухоль таким образом получает определенное эволюционное преимущество опухолевые клетки. Их лимфоциты не видят, несмотря на все те мутации, которые они несут, и опухоль прогрессирует. Значит, идея состоит в том, чтобы заставить нашу иммунную систему увидеть такие мутированные клетки и их атаковать. Это очень эффективная стратегия, потому что микрометастазы – это не то, что хирург-онколог может увидеть и удалить скальпелем. Это очень часто не подвержено воздействию химиотерапевтических лекарств. Лучше всего за этим гоняются те клетки, которые для этого и предназначены. Конечно же, те, которые контролируют антигенное постоянство внутренней среды нашей, то есть это клетки иммунной системы. Поэтому концепция состоит в следующем. Из наиболее агрессивных, наиболее опасных опухолей выделить характерные специфичные антигены, к этим антигенам синтезировать рецепторы и экспрессировать эти рецепторы на мембране лимфоцитов самого пациента. Поэтому это, с одной стороны, препарат, а с другой стороны, это такой сервис определенный. Когда у пациента получается аферезный продукт, то есть у него забирают его клетки иммунной системы, в лабораторных условиях экс-вива подвергают их вмешательству. Как мы говорили, это может быть вирусы, которые интегрируются в геном. Сейчас это крисперы. Такой лимфоцит ощетинивается рецепторами к опухолевым антигенам, он возвращается обратно и уже охотится за злокачественными клетками. Такая очень сложная, получается, структура и концепция, но опыт показал, что это для диссеминированных опухолей, ну, ничего греха треять, это та стадия развития злокачественного процесса, когда другого инструмента нет. Так вот эта технология оказалась весьма и весьма эффективной в отношении множественной меломы, б-клеточной лимфомы и некоторых других. На сегодняшний день на клиникул-трайл 900, как мы уже говорили, протоколов, которые оценивают безопасность и эффективность при разных опухолях. Значит, и это не завтрашний день. Я вот хотела вернуться на секунду к нашумевшей еще много об этом и нашей прессе пишет, Зоул Генсму, понятно почему. Все тут орфанное заболевание и очень дорогое лечение. Два миллиона долларов? Два миллиона. Мне хотелось просто, чтобы мы здесь это обозначили. Вот вся ваша презентация свидетельствует о том, что это очень наукоемкие продукты. Невероятно. Наверное, самые из лекарств. Невероятно наукоемкие, трудоемкие. За этим годы и годы человека, дни человека, часы. Наверное, потому так дорого. И это надо понимать просто, прежде чем требовать послабления, надо понимать, что это действительно очень дорого. Это оправданно дорого. Это оправданно дорого. То есть понятно, что больному от этого не легче, но обыватель должен понимать, что за этим стоит колоссальный труд. И разработчики в значительной степени, как мне думается, рассчитывают и вправе рассчитывать на помощь государства и системы страховой медицины. Безусловно. Это ведь орфанные болезни. Ну, мы не берем онкологические, там все-таки они достаточно часто развиваются. Потому что требовать от компании, чтобы они снижали цену, но это... Почему исчезла Глибера? А вот ровно потому, что никто не смог себе позволить эту стоимость, взвешивая на весах риск болезни и стоимость препарата, перевесил риск болезни. А государство, наверное, могут. Государство может. Государство может. Но здесь болеют взрослые. Это менее чувствительная зона. Да, а здесь детишки. А здесь до двух лет. И надо чем раньше, тем эффективнее, насколько я знаю. Конечно. Там очень узкое окно, когда совсем эффективно просто. Ну, в Европе там ограничение до 21 килограмма массы тела, в США до двух лет. Если чуть-чуть опоздать, то нейроны уже погибли. Да, да. И это уже не восстановить. Чем раньше, тем эффективнее. И надо сказать, что в нашей стране это проводится. Может быть, не в том объеме, в котором это необходимо, но в нескольких городах России созданы специальные группы неврологов, педиатров, которые применяют этот препарат, и детей удается спасать. И знают, как и когда. Да, да. Ну, она на самом деле в очень тесном контакте. Применение таких лекарств – это не то, что пошел, купил в аптеке, значит, и вколол. Это, как правило, всегда международная коллаборация с теми центрами, у кого максимальный опыт, чтобы максимально эффективно использовать такое средство. Что ждем, кстати, кузницы природы и вот эти самые детишки? Чего ждем в будущем? Значит, конечно, конечно, применение таких методов в значительной степени ставит этические вопросы. Если мы говорим про применение этих технологий, направленных на коррекцию генома… Особенно, когда вы говорите, что вирус встраивается в геном? Да. Вот тут у всех просто… Да, потому что возникает вопрос о продолжении рода. Если такие пациенты фертильные, значит, возникает вопрос. Да, доклинические исследования, они на самом деле призваны. Там есть целый ряд тестов, эмбрио, токсичность передачи, горизонтальная, вертикальная, какая угодно, это все проверяется. Но мы с вами уже сказали о том, что у человека, может быть, не всегда воспроизводится все то, что воспроизводится на морских свинках. Но, тем не менее, что действительно, так сказать, пока блокировано поэтическим соображениям, ну и вполне оправданно, вероятно, это редактирование эмбрионов и редактирование половых клеток. Вот это то, что гарантировано. Зародышевая линия, так называемая. Конечно, да, клетки зародышевой линии, поскольку, в общем, у нас нету достоверной информации, насколько такого рода вмешательства могут проявиться в первом поколении и в последующих поколениях. Но что-то мне подсказывает, что мы с вами будем свидетелями, да, вот недавние, помните, в Китае... Хэдзянькуй, несчастный, сиделец. Сиделец, да. Но я думаю, что все равно человечество к этому придет, просто потому что к этому есть медицинские показания. Мы ведь не оперируем вопросами, хотим, не хотим, можно, нельзя. Вопрос состоит в том, показания есть или показаний нет. И есть ли какие-то альтернативные средства, альтернативные возможности, или таких возможностей нет. Собственно, те генные технологии, которые на сегодняшний день тестируются, и такой классической канонической генной терапии, носитель, терапевтический ген, и редактирование генома, и малоинтерферирующая РНК, я еще раз подчеркнул, это те зоны, где другие методы не показали своей эффективности. Поэтому это обычное такое эволюционное развитие медицины. Вы знаете, как-то... Иногда вот с опережением времени, как я и сказала в начале. А вот понимаете, в чем дело? Представляете, пройдет сто лет, и это не будет казаться опережением времени. Первые хирургические вмешательства... Да, переливание крови возьмите, да? Конечно, переливание крови, хирургические вмешательства, операции на полостных органах, в отсутствие антибиотиков, да? Ведь они же тоже все заканчивались печально, фатально. Но как бы это ни звучало, я бы не хотел, чтобы это звучало цинично, да? Но, тем не менее, это тот необходимый этап для развития технологии цивилизации. Если бы этого не случилось, никогда бы у исследователей не возникла бы мысль, что нужно оптимизировать вирус. Что аппетит можно вырезать. Конечно, конечно, в том числе, да. Поэтому это необходимый этап. Ну и в заключение, если позволить, я хотел бы сказать, а что мы? Что мы, где мы, что мы делаем? Значит, мы уже сказали, что у России есть, ну не надо стесняться, есть приоритет. Во всяком случае, во всех реестрах зарегистрированных генотерапевтических препаратов во всем мире есть наш неовоскулген, который в своем терапевтическом окне помогает людям ходить на собственных ногах, да? Это важная очень аппликация. Вторая аппликация – это регенерация, и в частности регенерация костной ткани. Есть целая группа состояний, которые сопряжены с утратой значительных объемов костной ткани. И травматологи-ортопеды, челюстно-лицевые хирурги прекрасно знают, что далеко не все из них можно скоррегировать пластическими операциями. Значит, поэтому то, что на сегодняшний день тоже уже зарегистрировано, и уже три года в клинической практике, это кальцио-фосфатные материалы, минералы, с которыми связаны генотерапевтические плазмиды, стимулирующие, индуцирующие регенерацию костной ткани, и уже достаточно широко, в общем-то, тысячами эти пациенты оперируются. Естественно, все эти технологии, они, так сказать, зарегистрированы согласно российскому законодательству, и прошли все необходимые этапы, оценивающие, в первую очередь, безопасность, во вторую очередь, клиническую эффективность. И, в общем, они в ходу. Что касается разработок, не случайно мы начали с поясно-конечностных мышечных дистрофий. У нас есть в России регионы, где это бич. То есть региональная такая вот особенность? Да, потому что такого рода моногенные заболевания, они нередко распространяются в регионах с традиционным культурологическим укладом. Близкородственные браки. Дагестан. В нашей ситуации, в ситуации нашей страны, это Дагестан. И мы, наши доктора, мы регулярно туда ездим. Ну, представьте себе, там есть одно село, где около 30 семей страдает таким заболеванием. Все между собой русские. А вот так у них сложено. Это вообще по земному шару-то распространяется. Да, ну мы знаем, конечно, мы знаем наш регион. Но если мы посмотрим на страны Магриба, там есть некоторые локации. Мы плохо себе, наверное, представляем, что происходит в южноамериканском регионе. Но и там описаны некоторые такие населенные пункты, опять же, высокогорные изоляции. Почему эти каниши изучают, например? Да, конечно, да, потому что это очень замкнутое сообщество. Значит, и мы решили, там, наша научная группа, что мы попробуем. Ну вот мы пробуем, мы пробуем, мы разрабатываем. Конечно, это путь неовоскологена. Путь неовоскологена занял не меньше 12 лет. Да, вот я хотела сказать. А здесь... И как сообщество идет на контакт с исследователями? Сообщество по-разному. Дело в том, что первый препарат, неовоскологен, он был предназначен для хирургической практики. Хирурги, с одной стороны, очень консервативны, и это понятно и оправдано. А с другой стороны, они видят в любом лекарстве некую конкуренцию своему ремеслу психологически. Ну да, нам нечего будет резать. Конечно. Поэтому 8-10 лет мы постоянно работаем с хирургическим сообществом, и это не всегда линейно. Не всегда линейно. Здесь другая ситуация. Здесь врачи-неврологи и врачи-генетики, которые занимаются этими пациентами, они понимают, что у них нет в арсенале ничего. И они фактически, кроме симптоматической помощи, которая, ну что, она неэффективна, конечно, да, они ничего не могут сделать. Поэтому здесь совсем по-другому врачебное сообщество относится, и мы, то, что называется, в полном контакте здесь работаем абсолютно одной командой, скажем так. Вот. Но поскольку эта технология, она базируется на платформе вирусной, у нас возникает вопрос с производственной. Потому что GMP-вирусное производство, скажем так, в России, здесь еще очень широкий горизонт для создания таких производственных площадок. Здесь есть определенный... Большой потенциал, скажем так. Да, здесь есть определенные сложности. Они решаются, есть специалисты, технологи, которые этим занимаются в государственных учреждениях, в частных компаниях. Но это одна из проблем. Это одна из проблем, которая, ну, будет решаться, я думаю, будет решаться. Это перспектива. Да. Это перспектива. И я обращаю внимание, что, в общем-то, десятилетней давности о чем подумали коллеги? Они подумали вот о чем. У нас ведь есть еще нерешенные проблемы. В частности, проблемы, связанные с последствиями каких-то заболеваний. Так устроено в нашем организме, это я уже как патологоанатом могу сказать, что если где-то произошла какая-то катастрофа, то, к сожалению, чаще всего результаты этой катастрофы закрываются, заметаются соединительной тканью, рубцовой тканью. Мы все слышали слово рубец, шрам там, да. То же самое происходит, допустим, в сердце при инфаркте миокарда. И это для таких критически важных, жизненно важных органов, как сердце, это большая проблема. Он теряет свою сократительную способность, у человека развивается фатальная, несовместимая с жизнью сердечная недостаточность, он погибает. Значит, что может здесь предложить генная терапия? В теории, что сделали на животных? Перепрограммировали клетки этой соединительной ткани, превратив их в кардиомиоциты. Это очень красивая идея, когда мы уколом привнося сюда гентерапевтический агент, который переключает, скажем так, метаболизм клеток соединительной ткани в сторону мышечной клетки. Да, масса сложностей возникает, она должна как-то интегрироваться в электрическую систему сердца. Но сам принцип, что это можно сделать, вот 10 лет назад был показан на животных. Сейчас буквально прошел в Штатах, и там был наш сотрудник на прошлой неделе, конгресс в США по генной терапии. Все то же самое предложено делать, но только с технологией CAR-T. Дело в том, что этот химерный рецептор, это ведь только его наружная часть хватается за какой-то антиген, которому мы научили. А у него еще есть хвостик, который внутри, под мембраной, внутри цитоплазмы, которая в случае активации запускает какой-то метаболический каскад. И вот как раз научились пока в эксперименте на животных эти CAR-T направлять на клетки, которые есть в этом рубце. Они называются миофибробласты, неопределившиеся, чуть-чуть мышечная клетка, чуть-чуть клетка, которая синтезирует коллаген для этого рубца. И за счет микро-РНК выключать в них программу синтеза коллагена и активировать программу мышечную. И вот это по уровню решения проблемы вполне соответствует этой картине на самом деле, потому что если удастся это транслировать, пускай через 10 лет, в клиническую практику, то это колоссальный прорыв. У нас смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, это все прекрасно знают, это номер один. Для промышленно развитых стран, там входящих в первый, второй, третий квартели, это номер один. И среди этого номера один сердечные катастрофы занимают первое место. Вот что такое генная терапия. Это, с одной стороны, уже серьезные выраженные успехи в части онкологии, в части некоторых генетических заболеваний. Но это и колоссальное будущее, в том числе и для коррекции тяжелейших инвалидизирующих последствий. То есть не врожденных, а возникших от жизни. Поэтому в нашем коллективе мы с большим энтузиазмом в этом направлении работаем. И это не только молекулярные биологи, без которых, очевидно, никуда. И не только молекулярные генетики. Это и сосудистые хирурги, это и неврологи, безусловно. Это и челюстно-лицевые хирурги, травматологи. Это такая командная задача, как сейчас принято говорить, мультидисциплинарная. Мультидисциплинарная, да. Понятно. Спасибо большое. Но мы еще не прощаемся. По скриптуме два маленьких вопроса. Во-первых, я зацепилась за то, что вы сказали, ваш сотрудник был на конференции в Штатах. Это возможно сейчас? Это реально? Участие в международной? Два года назад удалось получить американскую визу ему, полтора года назад. В другой стране, не с первого раза. В одной стране отказали, в другой получили. Мы с некоторым напряжением ждали, примут наш постер, выдадут ли ему приглашение, продадут ли билеты. Все получилось. Все получилось. Да. И сегодня он даже прилетел обратно. Замечательно. В Москву. А второй вопрос. Вы представили диаграмму распределения, распространенность генотерапии в мире. Хотелось бы... Там отдельность такой не было России. Конечно. Да. Вот Нидерландом. Да. Не было России. Но по шкале... Вот даже не будем цепляться к этим долям процентов. По шкале от одного до пяти. Где Россия с ее разработками, с ее приоритетными препаратами в мире? Слушайте, можно ответить то, что называется напрямую, а можно дипломатично. Значит, с точки зрения... Что понимать, не обманывая себя, скажем так. Что понимать, не обманывая себя, по шкале от одного до пяти. Ну и не принижая. Один. Нет, извините, два. Потому что все-таки онкогематологическое сообщество в Москве и в Петербурге отрабатывает протоколы по КАРТИ. Здесь под руководством академика Румянцева, в Петербурге, в центре Раиса Максимовна Горбачевой. Вот если бы этого не было, было бы один. Нет, ну это очень важный кусок, это огромный кусок. Поэтому я не могу сказать, что больше двух, но очагово есть зона активности. Насколько ваши исследования зависят от международного сотрудничества сейчас, сегодня? Ну очень сильно зависит. Вот мы столкнулись на прошлой неделе... Потому что вы же не физики-теоретики, вам реактивы нужны. Реактивы это самое простое. Животные трансгенные, запрет на ввоз в Россию. А поэтому, возможно, часть доклинической разработки придется переносить в другие страны, потому что джексоновский питомник отказывается продавать в России. Вот для этого заболевания, для дисферлинопатии, мы ввезли два года назад, и у нас поддерживается популяция в SPF-виварии, мы работаем. Но ее надо все-таки отслеживать, да? Да, конечно, конечно, конечно. Возможно, просто воспроизводить. Нет, конечно, она отслеживает. Да, и мутации накапливаются. Безусловно. Ну, условия SPF-вивария, они достаточно жесткие. А вот то, что касается других нозологий, мы уже не можем ввести модель в Россию. Ну, можно пойти километровым путем и самим выводить этих животных, но тогда мы потеряем время, ресурсы, которые есть сейчас. Есть возможность перенести. Конечно, тем более, когда мы находимся в сжатых рамках государственного гранта. Гранта, да, я хотела сказать. У нас времени нет. Я желаю вам удачи. Спасибо. Я думаю, наши зрители тоже ждем новых успехов. Спасибо большое, Роман Вадимович. Спасибо.